Как можно сотрудничать с сегодняшней Украиной? Вопрос риторический. Власти незалежные готовы пообещать всё, что угодно, а после просто отказаться от своих слов. Свежим примером является то, что киевский режим получил желаемый транш от Международного валютного фонда и уже через несколько дней решил игнорировать требования кредитора. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Киев не отменит санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении банков с российским капиталом. Глава ведомства отметил, что данное требование МВФ не будет выполнено, так как оно было включено в меморандум в последний момент. При этом Данилюк спокойно признал, что блокировка дочек российских банков угрожает банковской системе Украины. По его словам, действия радикалов привели к дестабилизации ситуации в стране, а также послали негативный сигнал для внешних кредиторов. Впрочем, как-то решить эту проблему украинская власть даже не пытается. Сначала блокада Донбасса, устроенная националистами, подорвала топливно-энергетический комплекс страны. После акции против российских банков ударили по финансовой системе, а режим Порошенко все так же закрывает на это глаза. Видимо, после ухода Барака Обамы с поста президента США методички из Вашингтона перестали высылать. Вот и не знает украинский президент, что же ему теперь делать. Субтитры создавал DimaTorzok